Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгенлай. Сегодня среда, 22 июня, 22 часа 1 минута, и мы проводим очередной стрим, день 119 уже, с Алексеем Морисовичем. Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер всем. Ну, как обычно, у нас уже под 90 тысяч зрителей, у меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, социальных сетях и группах. Из России, те, кто нас смотрит, ссылки пересылайте в мессенджерах и другими способами, поскольку до меня долетает, что некоторые провайдеры всё-таки подглушивают наши эфиры. Ну, неудивительно, это же Россия. Ну, и ищите другие способы, как распространять. Это сильно нам помогает, поскольку мы попадаем в рекомендованные видео, увеличиваются просмотры и далее, и далее, и далее, и далее. Марк, мне открыли сегодня страшную тайну. Страшную тайну открыли. Лайки лучше работают, которые к концу видео ставятся, потому что есть алгоритмы в Ютубе, которые фиксируют, как долго просмотрели это видео. Поэтому, дорогие друзья, лайкать надо вначале, в средине и в конце обязательно. Но на это уж мы не рассчитываем, уж как лайкнуть, так лайкнуть. Это уже обучение. Да, но, пожалуйста, подписывайтесь на канал Feigen Live, мы там близко подходим к 1 миллион 550 тысячам. Обязательно канал Алексея Арестовича. Ну, считайте, это комбо, потому что там тоже публикуются видео для понимания наших эфиров, тоже очень важно, просматривайте их. Ну вот, и, собственно, поедем. Мы сегодня день вроде как насыщенный событиями, судя по всему. Давай начнём с карты и что у нас происходит на фронте. Тем более все слышали твои комментарии по поводу ситуации в районе Северодонецка или Сечанска. Ну вот, начнём с них, может быть. Ну, или смотри, с чего считаешь нужно начать. Ну, можем с них чего далеко ходить. Там, значит, общая обстановка понятна. Там перебросили, российское командование перебросило туда 5-6 БТГ, из которых не менее трёх пришло в дело. Погоди, это те БТГ, которые стояли, скажем так, готовились у границы и которые не пошли на Харьков, но пошли на Северодонецк. Не-не-не, Харьковские как стояли, как и стоят, так и потихоньку даже в дело вводятся. На Севере Харьковской области там своё движение, точки этого движения всё те же. Ну, давай уже традиционно пойдём туда. Расспомнили Харьков. На Русскую Лозовую, на Терновую и на Рубежную. Попытка вот туда резать. Главная задача, это даже не Харьков, а не дать нашим войскам двигаться через... Продолжать движение через Печенежское водохранилище, туда в сторону Белого колодезя, в сторону Волчанское и угрожать снабжению Изюмской группировки. Такую задачу там решают. Соответственно, они добавили часть сил на Казачью Лопань, и до Новой Казачьей они же захватили территорию. Это чуть-чуть западнее, от Октябрьского на российской стороне, в сторону Слатинова на нашей стороне. Соответственно, Харьков еще... Даже неудобно повторять, но он еще более стал прифронтовым городом, и количество обстрелов Харькова и Харьковской области это подтверждает. Сегодня в результате минометного обстрела в села Пришип Харьковской области погибло пять женщин сразу. Это ближе к Изюму, конечно, но тем не менее это Харьковская область. Они находились рядом с подъездом многоэтажного дома, прилетела мина, и сейчас пять человек сразу. Ну и как бы Харьков не прекращают обстреливать. Данные сейчас уточняются, но есть погибший ранен уже сегодня. Как бы обычно террор мирного населения продолжается по причинам, которые мы называли вчера, для того, чтобы отвлекать наши силы и средства. Значит, по поводу наступления на Славянск от Изюма, там все то же самое, бестолковые попытки тыкаться от Довхенькова на Барвинково, на Долину, на Богородичное, на Цветогорское, на Рай-Городок, попытки обозначать активность от Закотного, чтобы мы не сильно расслаблялись. Но главное событие, безусловно, это Северодонецк, южнее Северодонецка, юго-восточнее и совсем южнее, там, где Горска, Золотой. Значит, тактика российского командования понятна. Оперативное окружение не получилось, оперативное тактическое не окружилось. Давайте попробуем. Не получилось, давайте попробуем тактическое. Пробуют. Значит, Золотой и Горское пытаются окружить, причем с двойным перехватом горловины, то есть непосредственно Золотой, и потом замкнуть Горское, туда наступая от Мирной долины на Рай-Александровку, и от Врубовки на Рай-Александровку. Сразу скажу, не очень у них там получается, и не получится, потому что наше командование приняло своевременные меры, говорить мы о них не будем, публично, но не получится окружение. Но угроза была серьезной, предельно серьезной, буквально вопрос суток-двое был, окружит или нет, не вышло. Проявляют соответствующую активность на Боровское, от Белой горы, туда на Воронова пытаются двигаться, пытаются действовать уже передовые отряды в районе маленькие, но тем не менее в районе Сиротина, это на стыке, южнее стыка Лисичанск-Северо-Донецк. Двигаться туда, безусловно, и главной задачей является обнаружить наши переправы, которые действуют между Лисичанском и Северо-Донецком, навести на них авиацию, артиллерию, самим там пару засад сделать, я надеюсь, наше командование учитывает это, да, думаю, что и учитывает, слишком очевидны их действия, но я бы большое внимание уделил Сиротину и стыку Лисичанской-Северо-Донецка. Ну и радостно пытаются продвигать Попаснянский плацдарм не только на дорогу Бахмут-Лисичанск, но и в сторону самого Бахмута, то есть на Покровское, на Кленовое и севернее Мироновского. Движутся, движутся, движение характерно тремя вещами. Первое, пытаются вот так окружать, тактические окружения делать. Второе, это они пытаются, точнее не пытаются, а действуют очень малыми силами. Ребята, которые там на месте, я с ними на связи постоянно, они говорят, что ну два танка, ну четыре БМП, там, и каких-нибудь бронемашин, ну двадцать чехпехоты, ну тридцать. Все это характеризует и показывает очень интересную вещь. Стороны там вымотались до невозможного уровня. Потому что, ну, еще месяц назад, пять БТГ наступающих на направлении от Бахмута до Лисичанск, это было такой рабочей нормой, никто не удивлялся, и даже говорили, тю, всего-то. Сейчас вот эти отрывочные полувзвода, полуроты, роты, которые тычутся туда-сюда-сюда, великим достижением считается, когда на дорогу выползла рота, и что-то там пытается действовать. Это значит, что стороны измотаны до предела. И что самое интересное? Наша, потому что им удается двигаться, а их, потому что они движутся столь малыми силами. Самое интересное, что имела место быть попытка, которую квалифицировать как изощренное самоубийство, иначе нельзя. Но и военный, предмет военных шуток. Значит, зафиксирована минимум одна попытка, когда кадровые подразделения воздушно-инвесионных войск Российской Федерации пополнялись мобилизованными из так называемых ЛНР и ДНР. Еще раз, кадровым десантникам добавили мобилизованных из ЛНР и ДНР. По всей логике военной, я даже объяснять не буду почему, категорически нельзя такие вещи делать. То есть нельзя смешивать. Это и с политической точки зрения неверно. Почему нельзя смешивать непрофессионалов с такими? Ну, потому что, давай с политической, хотя бы с политической только. Военные премудрости можно углублять, два слова скажу, но с политической. Вы же теряете субъектность ЛНР и ДНР, так называемых, и показываете, что это подчиненно Российской Федерации структура. Зачем же было посольство открывать, и так далее, и так далее. То есть это все имеет свои следствия. А с точки зрения военной, с точки зрения, ну, от них готовят все-таки? Ну, во-первых, начнем с того, что есть недоверие классическое, потому что мобилизованные, это насильно призванные. Вот теми людьми, насильно призванные теми людьми, с которыми им воевать, насильно призванные. Не добавляя, плюс разная очень степень выучки, степень снаряжения очень разная. Десантники экипированы одним способом, привыкли воевать, эти совершенно другие. Сборная Солянки составит даже не соединение одному подразделению, это последнее, что можно сделать в военном деле. Последнее. И раз они на это пошли, это означает, что у них очень серьезные потери. То есть у них дефицит. Дефицит. В сочетании с действием вот этими вот маленькими, маленькими группками, группками, как бы, да, это показывает, что вообще битва за Лисичанск из-за севера Донецк, как это деликатно сказать, ну, во-первых, пришла в свою кульминационную фазу, во-вторых, фаза эта выглядит с военной точки зрения ужасающе, потому что это примерно как 18-й раунд. Ужасающе настолько, что, ну, начинаешь думать, что оно где-то уже в свою противоположность переходит, в заграньюмор, если бы там люди не гибли, как бы, ну, но с точки зрения технологии, да, методологии, это очень похоже, как два боксера на 18-м раунде, уже обнявшись, не дергают, ходят и еле-еле пытаются толкаться и давать какие-то тычки, потому что, ну, с одной стороны смешно, что они наступают такими подразделениями, с другой стороны смешно, что для нас это уже проблема, там эти 30 человек, которые куда-то там проехали и высадились, мы ничего с ними не можем делать, хотя, ну, это еще месяц назад, там, вынести батальон, остановить его, нанести его поражение, было, ну, боевой задачей дня, например, да, и так далее. Поэтому неприятная новость заключается в том, что у них еще есть резервы, пусть маленькие, но есть для нас, а для них в том, что и у нас есть резервы и возможность обороняться, но самая неприятная новость заключается не в этом. Вся эта мать всех битв, вся эта великая наступательная операция, начавшаяся 4 апреля и продолжающиеся 80 суток почти, может, хочется матом сказать. Короче, даеблась до мышей и дошла, да, я по-другому не знаю, как выразить, да, и дошла до продвижения двух БТРов, там, с 30-ю солдатами, которые пытаются где-то доползти, что-то там перехватить и так далее, и так далее. Любая сторона, которая кинет туда два дивизионной артиллерии, выиграла эту битву. Посмотрим, кто кинет, да. Так вот, и есть... А у кого есть два дивизиона? У кого есть, знаю только военное командование с обеих сторон. Но фишка не в этом. Фишка в том, что, Марк, они стерлись. Ты понимаешь, как это все начиналось? Группировка вокруг Северодонецка или Сечанска, Попасная, которая должна была все это атаковать, это под 40-45 БТГ вообще-то было. Во-во-во-во. Сейчас, если там на всем этом самом 40 бронемашин присутствуют и 400 коллег, которые еще могут наступать, это все. То есть, они убили большую часть своих резервов оперативного уровня Алисичанска и Северодонецка. Об этом можно судить? По потерям есть какие-то данные, они растут? Трудно считать, но мы же видим по косвенному. Смотри, вот там, где наступал батальон, сейчас еле-еле движется рота. Ну, как бы, это третья часть и два батальона. Я думаю, что потери в районе 40-60% на подразделения, которые выполняли передовые задачи. Пополнение вот этими мобиками так называемых ЛНР кадровых подразделений, да еще воздушно-индесантных войск, это признак очень нездоровой ситуации в войсках. И это означает, что украинское командование уже выполнило задачу, которая наставила обороняя Лесичанска и Северодонецка. Как высажила. Измотала противника до состояния нестояния. Заметь, какой ценой. Бежим на юг и смотрим, и смотрим, что в районе Угледара очень сильно жалуются российские военные паблики. Твиттер. И корреспонденты, они говорят, у нас проблемы. Украинцы наступают. Захватили уже два села. Кроет украинская артиллерия так, что двигаться невозможно. Вообще, какой кошмар, ужас. Давайте с этим что-то делать. Перебегаем еще восточнее, западнее вернее, и там опять же и паблики говорят, хохлы продвинулись на 10 километров к Мелитополю. Это же ужас, кошмар. Это же нельзя допустить. Вы что? Украинская артиллерия лютует. А это реально так? Это только по пабликам или на 10 километров? Я не знаю. Но об этом говорят от их военных блогеров, прости господи, до их военных корреспондентов, что у нас беда, надо что-то срочно делать. Кошмар. Опять же, идем на Херсонское направление. Идем на Херсонское направление. Что же мы видим там? Да что же за ужас такой? И там они продвигаются, эти проклятые укропы. И там они наносят артиллерийское поражение. И мы пытаемся. Это и все. А там прилет за прилетом. Взрывы и подрывы боекомплектов. Все дымит, все горит. И так далее, и так далее. Погоди, вот сегодня сообщили, что якобы уже чуть ли не диверсионно-разведовательные группы вышли уже чуть ли не на границы города. Не подтверждаем и не опровергаем. Давайте посмотрим, что будет дальше. Но, чего я хочу сказать-то? За вот этой тактикой не видят леса многие. А лес выглядит следующим образом. Две недели назад российская армия наступала, не не две, три недели назад. Пыталась наступать на Херсучь. Готовила наступление на Запорожье. Штурмовала от Углидара. От Углидара пыталась зайти в тыл Маринки. Нашим силам, которые в Маринки. Наступала на Лисичан, Северодонецк. И отступала от Харькова. Значит, получается, что точка, точки, где она отступала, была одна, а во всех остальных местах она либо наступала и готовила наступление. Проходит три недели без примерного страшного наступления со всеми резервами. Что же мы видим? Херсон, Запорожье, Углидар. Мы наступаем или ведем куторно-наступательные действия, скажем там. А у них остался только Харьков, Северодонецк, Лисичанск и Изюм. Как же так получается? Попал уже 50 на 50, оказывается. Что же докладывать Владимиру Владимировичу? Я бы на месте Владимира Владимировича позвал бы генералов, сказал, пацаны. А как так получается? Что вторая армия мира накопила резервы, привела скрытную частичную мобилизацию, сняла с хранения, там всякое такое. Ломанулась наступать, а там как-то 50 на 50. Тут мы вроде жмем, но не очень получается. Там нажмут и как бы получается. А если обратить свой взор на море, посмотреть, что произошло на змеи, посмотреть, что произошло с вышками. Опять же, говорят, ростовские нефтеперерабатывающие с ним какая-то. Сегодня беда прям приключилась. А с ним беда ужасающая. Даже пожары там, говорят какие-то. Опять они там покурили? Они там покурили, но они турецкими сигаретами покурили. Мы видели... Турецкие сигареты, турецкие зажигалки, но это же все равно нарушение мер безопасности. Я считаю, что в себе дирекция завода должна сделать выводы и не допускать курения неположенных мест. Но если она заботится о своих интересах. Там какие-то известные детали. Там вот они говорят, что только 50 квадратных метров был пожар. Честно говоря, многие, и я тоже, от турецкой зажигалки 50 квадратных метров, но это две комнаты больших. Что-то как бы странно для нефтяного завода. Как-то эти масштабы. Даже по видео видно, что эту цифру надо удержать минимум. раз в 100, наверное, да. Но вот мы об этом же. Все-таки это же, они же ударились не о бетонный пол, а, как я понимаю, там явно, явно, где-то они курили в районе трубы, соединяющей, я так понимаю, приблизительно, мне кажется, место переработки с местом хранения. Вот так мне кажется. А это значит, приключилась беда и с самой трубой, и с местом хранения, соответственно, и с местом переработки наверняка тоже где-то. Хотя тут огонят под давлением, ну, в общем, им виднее, но с местом хранения так точно. Вот. И, Владимир Владимирович, если вы нас там смотрите, а я знаю, что смотрите, вы вызваете генералов, адмиралов, и спросите, это как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Потому что как-то чаша весов, смотрите, ленд-лиза еще нет. Страшные эхи Марса еще не подъехали. Что там еще? Чем вас пугали? А белорусская армия еще не готова наступать. Там какие там от Москвы есть? Такая хамит. Как бы, да? И прочее. Литва ограничила автомобильные перевозки. Ужас. Мне приехали панцер-галбицы 2000. А как-то так получилось, что вы в шести местах наступали, а в одном отступали. А теперь в трех отступаете, и в трех там наступаете. Уже попало. Что же дальше будет? По-моему, вас, Владимир Владимирович, там водят за салом. Ваши же генералы. Вот рассказывая про то, что воровые платформы отрицательно погрузились. А на замене... Нет, если Ванилай не смотрит, пусть он обязательно чат прочитает. Ему там передают приветы. Большие приветы. Ему не понравится, но лучше пусть почитает. И тут вопрос, как бы, а что это происходит-то в принципе-то? Тут война, российская, вот эта война России против Украины, она же, точнее, путинского режима против Украины, она же подавалась в частности, в частности, как средство выявления слабости в ЕС и НАТО. Чтобы показать всему миру, что эти организации, и членам этих организаций, и потенциальным членам, что они не способны, они не могут защитить, пятое, десятое. А что же, все же как-то наоборот происходит, правильно? Получается, недееспособен у нас кто-то другой, который не может защитить себя даже на собственной территории. Да, не говори. Не лады какие-то. Ну, без Путин на смотр 354 тысячи с чем-то, с ним плюс один. 354 плюс один? Плюс один, да. Поэтому, в любом случае, даже с ним или без него, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Размещайте в своих аккаунтах в социальностях и группах. Как я уже сказал, посылайте через мессенджеры. Ставьте лайки, больше 100 тысяч их уже поставлено, но не хватает явно. Ну, и подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. 19 минут мы в эфире. Вот смотри, давай сейчас немножко по Херсонам. Там сообщают, что взорвалась машина такого некого депутата Ковалёва. Ковалёв его фамилия, я правильно назвал её? Из «Слуги народа», значит, он коллаборант, который в апреле, по-моему, уехал туда и сказал, что Россия пришла надолго и всё такое, и вроде как его сегодня шарахнули. То ли он жив, то ли нет, никто не знает, но машина точно взорвалась. А что об этом известно? Машина взорвалась. Остальные детали проясняются. То есть он убит или не убит, неизвестно? Ну, проясняются деталям. Проясняются, но может, ты же знаешь, что он убит? Да, если бы знал, что убит, я бы сказал, убит. А так я знаю, что детали проясняются. Вот, значит, ну, кстати, о коллаборантах. Мы вчера не сказали, СБУ задержала на уровне секретариата Кабинета министров российский шпион. Классический. Да, вот я видел в видео, какой-то, каких-то они тужут? Это далеко не последнее задержание, так что мы будем смотреть. Так, а вот этого Семерауса, который, например, там, или как его, я правильно называю фамилию? Его будут ликвидировать или не будут ликвидировать? Лучше, вот он точно смотрит, я не знаю, пропустен, а этот точно смотрит. Мы никого не ликвидируем, если люди умирают по причине каких-то там, они, я думаю, что они по причине, по причине мучений совести в основном они умирают, мне кажется. Ну, как предал Родину, предал товарищей, друзей. Ездишь, ездишь на машине, а потом бац, и вот как бы... И покурил. И покурил. Все, мы поняли, мы вас поняли, все ясно. Так, а перейдем тогда к следующему вопросу. Завтра состоится заседание с ЕС, где, в общем, будет решен вопрос о кандидации, как мы это понимаем. Скажи мне вот такую вещь. Ну, как бы это вопрос решен, судя по всему, поскольку, публичная информация озвучена о том, что кандидатство будет предоставлено Украине. Предстоит саммит в Мадриде НАТО, на который приглашен Владимир Зеленский, президент Зеленский. Скажи мне, получив кандидатство в ЕС, имеет ли смысл форсировать процесс все-таки, хотя я знаю твой скепсис, процесс получения подэчей именно в НАТО? Ну, сейчас уже как бы не о чем, да? Подожди, Марк, подожди, подожди, подожди. Во-первых, по поводу скепсиса. У меня нет скепсиса в отношении необходимости Украины идти в НАТО. Нет, в отношении НАТО. У меня есть скепсис в отношении готовности НАТО принимать Украину в настоящий момент, но... Мало ли что, у них, ты знаешь, скепсис был и по поводу ЕС. Да, да, да. Так вот, движемся дальше. Смотрим, значит, на следующее, что, ну, практически подавляющее большинство стран ЕС, они же в НАТО. Ну, да. Статус кандидата в ЕС, это не фельдкина грамота, это неформальная вещь. Кандидат в ЕС, это доступ к программам ЕС и к деньгам ЕС. Могу сказать, что, по мнению специалистов, с которыми я беседовал, большинство дорог, например, и многих других объектов инфраструктуры поляки построили, будучи кандидатами в ЕС. Они получили основные, скажем так, получили основные фонды и начались основные программы. Поэтому, это очень серьезная история, это доступ к многим возможностям. Это не только политическая поддержка и заявление. В том числе, это вопросы безопасности. Но мы же сделали еще один ход ко нем. Я видел, что ты про проект Трех Морей прослушал так позавчера мельком. А это же вещь очень непростая. Там 12 стран, мы стали 13 страной вчера. По сути, там принято решение, что да, это доступ к деньгам, к транспорту, безопасности на морях, инфраструктуре. И 12 стран его, они члены Евросоюза. То есть, почти половина всех стран Евросоюза. это означает, что наша интеграция с ЕС зашла куда более дальше, чем ожидается и всеми оценивается в настоящий момент. Во-вторых, это надо понимать, что мы де-факто члены НАТО. А вот теперь я тебе передаю большой привет от лично от министра обороны Украины Алексея Резникова. Сегодня я с ним беседу, он сказал, передай Марку и зрителям, которые вас смотрят. Это привет от министра обороны, что в Рамштайне было сказано следующее. Там много чего было сказано, но было сказано две вещи, очень важно. Мы никогда, никогда, никогда не оставим Украину, сколько бы времени не понадобилось, и сделаем все, чтобы она победила. Даже не так было сказано, мы доведем ее до победы, поможем дойти ей до победы. Министра обороны под 50 стран практически, подавляющим большинстве, с кем успел Резников побеседовать, заявили следующее, что мы ведем дело к поражению Российской Федерации в Украине. Сколько бы времени и усилий не понадобилось, и вишенку на торт поставил министр обороны США Ллойд Остин, который сказал, не должно быть ни малейших сомнений, это раз и навсегда закрытая тема, что мы доведем Украину до победы. Быстро не будет, потому что есть определенные проблемы и с производством вооружения, НАТО это далеко, и США, и многие другие страны. Это далеко не 80-е годы, когда у них были горы и избытки оружия в готовности воевать с Советским Союзом. Все это было утрачено. Для примера, Бундесвер был 20 лет назад 26 бригад, а сейчас, по-моему, только 6. В Германии уничтожили армию фактически из-за этого. И в Британии очень сильно... Ну, короче, программы сокращения коснулись всех. Запасов нет, часть утрачена, иные долечия и так далее, и так далее. Но это требует времени и инициации этих программ, начало развертывания производства, передачи, и тогда обучения, применения, взаимодействия и так далее, и так далее. Но это все будет реализовано, все будет доведено до конца. В этом прямо заверили. Остин, закрывая эту встречу, сказал, что тема закрыта, можете не сомневаться в нашей поддержке, она будет доведена до конца. Если она будет доведена до конца, это означает военную победу Украины здесь. И, ну, я думаю, новости приятные нас могут ожидать в какие-то достаточно короткие сроки. А дальше все приятнее, 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 а к осени уже совсем все приятно. очень приятные. Эти новости будут касаться, помимо прочего, именно членства в НАТО? ПДЧ. ПДЧ. Мы даже не говорим членства в НАТО. Так вот, Резников сказал там фразу, которая звучит так. Мы, де-факто, страна НАТО. И ваш, ваш восточный фланг. И они согласились. В каком-то смысле это важнее, чем даже формально. На данном этапе, чем этот самый. А второе, по поводу ПДЧ. Судя по всему, это уже по открытым источникам, это уже не от Резникова. С Турцией договорились. И Францию, и Швецию, Финляндию, и Швецию будут принимать в НАТО в кратчайшие сроки. Так, сегодня министр обороны Финляндии заявил, что если Россия нападет, мы будем воевать. Именно такую войну, как она в Украине, идет с массированным применением авиации, бронетехники. Мы к ней готовы, мы к ней много лет готовились и так далее. Фины, которые до недавних пор были очень толерантны, лояльны, избегали крупных заявлений и так далее. Так вот, это означает, сейчас сформулирую поточнее, что принципиальнейшую вещь. Их же принимают без падача. Да, их принимают без падача, и это практика. Падача не обязательно. Падача не обязательно. Повторяем. но мы на такой Украине не замахиваются, ну, хотя бы дайте падача, там видно будет. Логично? Мы ведем дело к вступлению в НАТО. Но дело в том, что есть этапы у этого процесса. И кандидатства в ЕС, это очень, и вступление нас, вот эта организация утрех морей, одобренная вчера, это очень серьезный шаг, это скачок в интеграции. В евроатлантические структуры, я подчеркиваю. И НАТО там не за горами, я думаю. В том или ином варианте, тем более де-факто признано, что мы практически, ну, если не член НАТО, можем даже смягчить формулировку, но ближайший серьезный союзник, который ведет боевые действия при поддержке ЕС и НАТО, стран, с противником, которого признают, видимо, на саммите в Мадриде, стратегическим противником Российской Федерации, вернее, НАТО. До сих пор она в статусе партнера. Марго, это колоссальные, это титанические изменения в войне. Если сопоставить это с тем, что большая тройка европейская приехала сюда говорить так или иначе о мире, пусть отдаленном, пусть пусть этот самый, а уехала с полной поддержкой Украины немедленным вступлением в ЕС, поддержкой вступления в ЕС и поддержкой военной, экономической, политической и так далее, которая была обещана до победы Украины, то можно сказать, что в войне произошел своего рода стратегический перелом. Еще один. То есть, Куршку и Дугу мы выиграли свое. Это вне зависимости захватятся, заберут Северодонецк или нет, заберут, так и отдадут. Вопрос в том, что титанические вещи происходят во внешней политике сейчас. Титанические. И это, я прошу прощения, да, ну, если мерить мерками Второй мировой войны, то, да, Восточного фронта, то мы выиграли Курскую дугу и в каком-то смысле битву за Африку. Если брать Западный фронт, то это очень хорошие новости. Вот, ты знаешь, я сам так не мыслил, потому что вязешь в операционке, в тактике, сейчас как-то шаг назад сделал, посмотрел нас на сумму этих всех вещей и понял, что, да, большие вещи произошли за эти две недели, очень большие. Большие вещи. Вот, мы уже 30 минут в эфире, почти 400 тысяч человек нас смотрят. В числе их нас, кстати, смотрит знаменитый Александр Генис, он тебя упоминал в последнем своем эфире Радио Свобода, говорил, кстати, об этом существенном тобой проговоренном значит, статусе украинского народа из жертвы в герои. Это, так сказать, очень важный язык войны, который меняется в эту сторону. Победа, она ведь, в общем, выражается и в этих достижениях. Смотри, вопрос какой? Перекидываем мостик к Литве и ее решение о блокировке. Как ты вообще оцениваешь, может быть, у Украины в твоем лице есть позиция власти относительно вообще судьбы Анклава Калининграда, Калининградской области, потому что, ну вот смотри, чем ответит Москва. Москва не в состоянии военным образом ответить, потому что, во-первых, нечем, во-вторых, это страна НАТО, и в-третьих, они уже понтовались по поводу Финляндии и Швеции, однако же, ничем это не кончилось. блокировка портов Клайпеды военными судами ВМФ, ты считаешь это возможно, потому что это обсуждают на самом деле? Да, это не серьезно абсолютно. Почему? Потому что сразу последует реакция НАТО. Они потопят какие-то корабли российские? Не потопят, но есть приемы и способы, которые можно реализовать другими, в других вариантах. Пусть попробуют заблокировать. Что будет? Под Сулакский коридор Сулакский это война, а вот заблокировать, чтобы сюда не подходили? Это попадает под определение акта агрессии. 14 пунктов у него есть или 16, я сейчас уже не помню. Хай блокируют. Это замечательный вызов для Клайда. Это порт государства НАТО. Американцы им пообещали полную поддержку и сказали, что Литва может не волноваться. Абсолютно. Посмотрим. Я думаю, что они должны понять эти придурки в Кремле, что никто их не боится в принципе. С ядерным, без ядерным. Не понимаю, так им очень популярно объяснят. По примеру Вышек Бойко и по примеру Змеиного. Как это бывает, когда ты пытаешься кого-то блокировать. По примеру Москвы. Если они такие дерзкие и резкие, то посмотрим. Может найдется что-то с левой резьбой на всю эту резкость и деркость. Я с удовольствием посмотрю на их желание открыть второй фронт. Особенно в преддверии вступления Швеции и Финляндии, который вступление каковое запирает Балтийское море в принципе это становится внутренним морем НАТО. Поэтому там намечаются свои большие процессы. Как ты видишь судьбу и статус Калининграда, если туда вообще больше грузов не приходит? Грузы могут прийти военным путем. Я тебе предлагаю прямо вытекающие по логике из наших с тобой общения вариант. Они блокируют Клайпеду, НАТО блокируют Калининград. Что дальше? Например? И говорят размен. Не хотите до войны доводить? Ладно, давайте размен. Вы деблокируете Клайпеду, мы деблокируем Калининград. Возможно. Что они будут делать? Удары наносить по НАТО с ним кораблям? Опасно маневрировать истребителям? Собьют нахер. Они уже так делают. Ну, так и что. Турки сбили, что дальше? Америка не собьет, или Британия, или поляки. Поляки в руки чешут. То есть, их угрозы ты считаешь пустые? Их, они могут это попробовать, но им очень быстро покажут их место в этом мире с их угрозами, понимаешь, да? Поэтому здесь нечего бояться. Вот. Я точно знаю, что в НАТО никто не боится. И расчет на то, что, более того, многих чешутся руки и поставить их наконец-то на место, типа, дайте только повод. Поэтому все это. А кроме того, есть же асимметричный сценарий реализации. Начали бы еживаться на Балтийском море, может произойти что-то в Средиземном, правильно? В Сирии может произойти что-то. Там, как бы, если не доходят через ноги, дойдет через печень. Это же старая добрая истина. Поэтому, как бы, Марк, ну, честно, ну, пусть блокируют. Еще один фронт, да еще фронт с НАТО, это так замечательно для украинских дел. Мы здесь воздушные шарики отправим в небо в качестве поддержки. Знаешь, как Резников говорит, что тост, который зашел в очень сильно министром в Рамштайне, за русский флот до дна. Очень понравился всем. Ну, так они хотят реализовать это не только в Черном, еще и в Балтийском. Им обеспечат это, если они такие великие блокировщики. воины. Они, раз можно, понт не работает несколько раз, понт работает один раз, второй раз он должен быть реализован. Вот они грозили Финляндии, Швеции, мы вот ответим. Как ответим, не скажем. Теперь они грозят Литве. Если они два раза это не сделают, два раза в пустую, это будут кидать понты, то в третий раз это уже не работает в принципе, и это уже работает в обратную. Понимаешь? Ну, а как? Ну, а если это все уже не пускают за стол таких, понимаешь? На рыбалку таких не берут. На рыбалку таких не берут. Я не помню, как зовут этого уважаемого господина, который является безменным президентом Минкельской встречи по безопасности. Он же клоуном назвал, да, но это вот коллективное мнение Запада, просто не все могут его озвучить, там он достаточно неформальное лицо государственной должности не занимает, поэтому позволил себе. Ну, так и будет со всеми блокадами. Ну, то есть ты считаешь, ничего не будет? Ну, пусть поблокируют. Я наоборот с удовольствием бы посмотрел, как они блокируют. Прямо вот попкорны и чашечку кофе я уже взял понаблюдать за этим. За этими великими блокировщиками. Вадим Вадимович сегодня будет опорожняться без всякого удовольствия в свой чемодан. Вот ты зря его так расстраиваешь. Ну, тогда мы давай добавим. Комиссия Макфол-Ермак сообщает, что Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,72 миллиарда евро вообще-то. Элитная недвижимость, яхты, приватные самолеты и финансовые активы отдельных российских граждан. Перед этим беседовали, Ермак беседовал как раз с комиссией СПС с Ирландией, и украинские дипломаты обговаривали это все в парламенте Ирландии, и Министерство иностранных дел. Вот не замедлила реакция. Комиссия работает. Ну, а вот в связи с седьмым пакетом, с седьмым пакетом, который вроде бы начал обсуждаться, мы это упоминали, значит, и эмбарго на газ, на газовые поставки в Европу. Мы давно не видели крупных вообще решений по персоналиям. Это важно. Список Навального на шесть тысяч и так далее. Ну, что-то там можно как-то порешать? Масса персонажей. Быстро не бывает. Но есть нюансы с этими санкциями. Сегодня по Европе прокатилась и уже не только сегодня, несколько дней волна предупреждений о том, что зима будет очень сложной. Французы предупреждают, предупреждают немцев там и других, Германия в особо тяжелом положении находятся. С Германией произошло две вещи. Они за 20 лет уничтожили армию социал-демократов. Это их правительство сокращало, уничтожало, разрушало, делало ее лубочной. Покупало танки, но не покупало запчасти к ним и так далее. И сейчас признаться неудобно, что они 20 лет армию убивали в ондосфер, а угроза-то совершенно реальная. Вот она. И второе. Германия, отказавшись от атомной энергетики, получила 50... ПТС... Получила 50% индустрии, зависящей от российского газа. Особенно химиндустрия, химические гиганты, которыми немцы всегда славились и так далее. И многие эти производства, если они станут необратимые последствия, стекольное производство не восстановишь и так далее после остановки. Точнее, очень сложно. Потери на миллионы, миллиарды евро в перспективе. Так вот, Германия перейдет очень сложным выбором, но они же к их мужеству, к мужеству немцев говорят, что, во-первых, они настаивают на прекращение действия использования Кремлем газа как геополитическое оружие. Это означает сокращение его потребления. Во-вторых, Россия уже отрезает Германию от газа последовательно. Пытается наказывать. Немцы — это великолепная история с двух точек зрения. Она позволяет посмотреть, как люди, пытаясь стать независимыми, впали в другую зависимость. Независимы от атомной энергетики, от еще чего-то. А с другой стороны, они очень мужественно из него выходят на самом деле. И Шольджи, его партия проиграла в нескольких важных землях только что промежуточные выборы местные. И он вместе со своими социал-демократами сейчас должен принимать очень серьезные решения. Германия перед очень крупным вызовом в своей истории находится. Но то, что я вижу, как действуют немцы, что они говорят, какие дискуссии у них в обществе, ты знаешь, я начал их больше уважать. Больше. Потому что они имея все риски, с очень большим достоинством и готовностью проходят эту ситуацию. По крайней мере, так выглядит общественная дискуссия перспективно. И если немцы пройдут, а я к чему говорю, немцы это ключ к европейской проблеме с точки зрения Путина. Это главный рычаг, через который он пытался ослабить ЕС и НАТО. Если немцы достойно это проходят, как страна, а у меня есть все надежды на это, судя по заявлениям, судя по общей, я всегда сижу по дискуссии, куда она выезжает, как и какие проблемы ставятся, все, рычажок обломается. Путин не на кого будет воздействовать. По большому счету. Ну, понятно, что тяжеловесы это Франция, Германия, Талия. И я с очень пристальным вниманием смотрю за немцами. И здесь дискуссия о седьмом пакете она ключевая, потому что там отказ от газа. Вот это будет интригой. Но он слагом будет, наверняка это будет переходом в период. Безусловно, это быстро не сделаешь, это годы. Но, во-первых, Россия идет, Российская Федерация ведет, путинский режим ведет встречную политику, они же отключают постепенно. Да, они снижают поставки. Снижают поставки. Да, да, да. Уже заставляют. Ну, дураки. Снижают в июле, значит, показывают в июне угрозу и дают время среагировать до зимы. Во-вторых, эта интрига будет продолжаться до зимы и, наверное, ползимы. Посмотрим, что там будет в зиме. На поле боя и везде. Но европейцы получат страшный урок и немцы, что такое зависимость от российских энергоносителей. И, наконец-то, я так понимаю, поймут, что такие. Российская Федерация не умеет при Путине иначе использовать газ и нефть, нежели как геополитическое оружие, которое прямо вредит своим партнерам. И я боюсь, что путинский расчет на то, что избиратели выйдут на улицу и скажут, ай-яй-яй, какие плохие украинцы, давайте откажемся от их поддержки, сработает немного не так. Они выйдут и скажут, боже мой, какие плохие россияне, вернее, не россияне, а путинский режим, давайте его добьем. И вот это будет сюрприз жизни. Путин до сих пор проиграл все, он проиграет и это, судя по тому, что происходит в Германии. И здесь немцы, просто можно встать и снять шляпу. Немцы, конечно, по крайней мере, заходят в эту воронку крупнейшего вызова. Слушай, угроза 50% индустрии, это очень серьезная угроза. Ну, так, ему придется возвращаться к прежним источникам, бесполезно, альтернативно не компенсируют, потому что он возвращается к атомной энергетике, но это не один день. Не один день, но мне нравится, как они заходят кусь. Они, во-первых, очень трезво оценивают причины, следствия, проблемы, которые давали. Во-вторых, они демонстрируют готовность к этому вызову. Это не может не вызывать уважение. Ну, такая история. Да, понятно. Ты нам скажешь, завтра у нас четверг, мы проводим завтра эфир? Нет, завтра нет. В пятницу субботу проводим. В пятницу субботу. Но это я сразу хочу предупредить зрителей, что завтра Алексей Арисович не будет, там у нас другие возможно будут эфиры, но в пятницу и субботу, как обычно, как каждый день за эти два дня, ну, точнее, там, много чего. И у нас появится в пятницу повод серьезно в 22 часа это все соответственно обсудить.